Русские новости Кто там сидел в президиуме и кто высыпал со сцены Что это за зал, который аплодирует мерзкому жиду Жириновскому Который поучает их о том, как надо жить, как надо родину любить и кто такие русские Как можно сидеть среди людей, которые выдают себя за иерархов церкви и не чураются быть рядом с иудеями Как можно допускать иудеев под своды храма Христа Спасителя Да не предательство ли это Христа? Мне кажется, что произошло просто в очередной раз оскорбление веры и оскорбление церкви, ведущей церкви для России И каждый православный человек должен воспринять именно это как оскорбление Я уже не говорю о глупостях, которые оказались в официальном документе, в декларации Которая навязывает нам совершенно чуждую русским людям идентичность Так называемую идентичность по принципу мультикультурализма Хотя выступает вроде бы в защиту русской национальной идентичности Это постыдное, омерзительное мероприятие, на котором ноги русского человека быть не должно Лет 10 назад я побывал на этом соборе и увидел, что он не всемирный, не русский, не народный и не собор Когда из президиума тогда еще митрополит Кирилл покрикивал на зал, который взмущался очередным выступлением очередного правительственного придурка То считать, что происходит собор, конечно, совершенно невозможно Когда зал заполняется курсантами московских военных училищ, которые просто там спят Это тоже не может означать, что происходит какой-либо собор И когда прийти на этот собор может кто угодно И на трибуну пускают в том числе и противников православия, противников русского народа Разных инородцев предоставляют трибуну иноверцам Наверное, это не собор Думаю, что за прошедшие годы вряд ли что-то изменилось Но вот в данном случае решили взять тему единства истории, единства народа, единства России И собор принял декларацию русской идентичности 11 ноября 2014 года К сожалению, глупости, которые написаны в этой декларации И показывают уровень образованности тех лиц, которым патриархия поручает готовить такого рода документы Вот что написано в декларации Очевидно, что общее российское гражданство, объединяющее на протяжении долгих веков представителей самых разных народов Не упразднило многонациональный состав нашего государства Российского гражданства не было в течение многих веков Было русское подданство Действительно, у многих народов Но никогда не было никакого многонационального состава нашего государства Нация только начала формироваться в 19 веке И это была русская нация, а никакая не многонациональная нация Не бывает многонациональных наций, не бывает многонациональных народов У одного государства может быть только одна нация В России только русская нация, а никакая другая Дальше в этом странном документе написано Русский народ исконно имел сложный генетический состав, включая в себя потомков славянских, финно-угорских, скандинавских, балтских, иранских и тюркских племен Это полный идиотизм, противоречащий тем научным данным, которые стали широко известны и давно уже опубликованы Русский генетический код не является никаким составным Он является уникальным для России, для Евразии Русский генофонд имеет свою собственную природу, свой собственный портрет, а не является сборной солянкой Пора бы в патриархии об этом узнать, или по крайней мере почитать общедоступную литературу Если же вы, господа, не умеете читать эту общедоступную литературу, то не городите глупости, хотя бы проконсультируйтесь со специалистами Далее цитируем Рождение от русских родителей в большинстве случаев является отправной точкой для формирования русского самосознания Конечно же Что, однако, никогда не исключало возможности присоединяться к русскому народу выходцев из другой национальной среды Принявших русскую идентичность, язык, культуру и религиозные традиции В этом нет сомнений, это никто не оспаривает, вопрос вдоль По-видимому, в патриархии считают, что вот эти выходцы из других национальных образований Ну, они из какой-то национальной среды, но не знаю, о чем они говорят, о каких национальностях Они думают, видимо, что русские вот из этих национальностей, иных национальностей и состоят И, по крайней мере, составляют нечто существенное Так вот, как раз наука генетика говорит о том, что иные национальности, иные этносы, если правильно употреблять термины Не составляют никакой существенной доли в русском генофонде Эти доли, исчезающие малы, они не определяются, не обнаруживаются, их просто нет И на этом надо было бы закрыть тему генетики, которой так неаккуратно коснулись люди, которым в патриархии доверили создать основополагающий документ очередного собора Который, на самом деле, конечно, собором не является И, видимо, не собирает людей компетентных, которые могли бы возразить на ту глупость, которая была провозглашена Существует немало людей, считающих русский язык родным, но при этом ассоциирующих себя с другими национальными группами Этих людей можно было бы называть словом «вырусь», то есть те люди, которые вышли из русского народа, отказались от русского имени Ну, например, украинцы, которые не считают себя русскими, но владеют русским языком как родным Это вырусь, это предательство своего родового имени, предательство своих предков Ну, так и надо было бы написать, если бы в патриархии люди готовы были высказываться честно и нелицеприятно К сожалению, видимо, там люди очень боязливые и все время будут высказываться надвое События XX века показали, что значительное число русских стало неверующими, не утратив при этом национального самосознания И все же утверждение о том, что каждый русский должен признавать православное христианство основой своей национальной культуры является оправданным и справедливым Ну, до некоторой степени это можно принять, если, конечно, понимать, что православное христианство не просто несколько шире того христианства, которое проповедует Московская патриархия Но, может быть, и вовсе что-то сильно отличное от того, что предлагает православному народу патриархийная иерархия Для формирования русского национального самосознания обязательно, чтобы совокупность этих связей с русским народом, независимо от их природы, была сильнее, чем совокупность связей с любой иной этнической общностью планеты Вопрос, конечно, интересный, насколько эти связи вообще можно измерять в силах Я бы сказал так, если бы связь с русским народом является единственной, которую человек признает в себе, единственной, существенной для него самого Тогда он может относиться к русскому народу Если он говорит, да вы знаете, у меня столько кровей намешано, я тут и породнен и с Азией, и с Европой Ну, в общем-то, я говорю по-русски, наверное, я русский Больше всего во мне кровей русских Это не русское самосознание, это смутное самосознание Если человек уверенно говорит, что он русский, что его предки русские И даже если среди его предков есть не русские, он все равно считает главными источниками своего самосознания именно русский язык, русскую культуру И чтит, прежде всего, русских предков, тогда он русский А если у него смута в голове, ну, так он и остается со смутной идентичностью Гордость за победу 1945 года является одним из важнейших интегрирующих факторов современной русской нации Ну, вот здесь говорится о нации, а в предыдущем абзаце об этнических общностях Так русские – это нация или этническая общность? Или для идеологов патриархии это одно и то же? Но если для них одно и то же, то, господа, садитесь за учебники и изучайте вопрос, прежде чем писать декларативные документы Самое главное, что во всех этих разговорах об идентичности о России не сказано ни слова Русский в документе, который утвержден якобы неким собором и написанном в недрах Московской патриархии Ни слова не сказано, что русская идентичность связана прежде всего с Россией Как будто либо русские для России ничего не значат, либо патриархия уже готова отречься от России Исчезнет Россия, а русские останутся Почему бы и нет? Документ в целом малограмотный, в нем спутаны нация и этнос В нем дается совершенно ложная информация о русской генетике Видимо, патриархия работает в отрыве от научных кругов Поэтому документ писал какой-то невежда на собственной коленке К этому документу еще следует добавить то, что сказал предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл на заседании Всемирного Русского Народного Собора Который, еще раз напомню, не всемирный, потому что не собирается по всему миру Не русский, потому что в нем участвуют и не русские Не народный, потому что народ там не представляется никак, как просто проходной двор И не собор, потому что никаких признаков собора, собирания лучших в нем нет Но тем не менее, с некой идеологической речью выступил патриарх Кирилл Сказал он так Судьба русского народа, его благополучие, его целостность, зрелость, его самосознание Должны быть признаны ключевыми факторами в сохранении духовного политического единства России Вот здесь он о России сказал Очень хорошо, спасибо И о ключевом значении тоже, ключевом факторе Все это верно Пренебрегать этим сегодня значит разрушать государство Загладывать в него минусы медленного действия Совершенно верно Также патриарх отметил, что подобные тенденции имели место в сфере национальной политики в 90-е годы Когда группы ученых и политиков постулировалось искусственное противопоставление русского и российского В то время чиновники получали неафишируемые указания Не использовать в публичных выступлениях и официальных документах слово русский Как якобы ослабляющее единство нации И сегодня, к сожалению, можно услышать заявление о том, что русский народ неоднороден Что его единство является фикцией А также о существовании новых, неизвестных ранее наций Так, например, как поморская, казачья или сибирская Надо сказать, что патриарх лукавит В 2000-е годы и последние годы слово русский является запретным И даже если иногда человек, называющий себя президентом, произносит это слово Это не означает, что это позволено всем остальным Слово русский, русский народ находится по-прежнему под запретом И его стараются не употреблять Именно для того, чтобы всаживать нам в мозги понятие Российской нации, не о русской, а именно о российской Чтобы мы тоже отреклись от своего родового имени Забыли всю нашу историю и превратились в уважаемых россиян Уважаемых теми, кто хочет превратить нас в рабов Как считает патриарх, за попытками исключить из употребления слова русский Просматриваются идеи, которые, по его словам, уже давно доказали свою безжизненность на Западе Где все сильнее звучат голоса, призывающие отказаться от мультикультурализма и теории плавильного котла Предстоятель русской церкви отметил, что, напротив, необходимо утверждать право народов и религиозных общин на свою идентичность Полная путаница в голове, полная Если отказаться от плавильного котла, от мультикультурализма Это значит, что в России утверждается только русское Только русская нация, русская культура, русская государственность А все остальное, это то, что прилагается То, что не надо подавлять, то, что развивается само собой Но государственность русская, тогда не будет никакого мультикультурализма А то, что утверждает патриарх Кирилл, это как раз и есть мультикультурализм Необходимо утверждать право народов и религиозных общин на свою идентичность Не надо ничего этого утверждать Надо утверждать только право русского народа и православного общества на свою идентичность Вот это подлежит утверждению То, что подавлялось в течение многих лет А так религиозные и этнические общины, они развиваются и живут самостоятельно Просто на них не надо обращать внимания Государство к этому и уж русская православная церковь тоже Не должны иметь никакого отношения Это дело самих граждан ассоциироваться свободно в какие-то религиозные и этнические общины И пусть они сами решают свои вопросы А государственность и общегосударственная общественность должны быть только русскими И единственная религия, которая может поддерживаться в России Это государствообразующая религия православия Никакого мультикультурализма и плавильного котла быть не должно Поэтому и не может быть никакой российской нации О которой патриарх Кирилл и вот эта декларация, которую мы только что обсудили Провозглашают Вот не надо этого провозглашать, и тогда не будет путаницы Что далее сказал патриарх Кирилл? Таким правом, безусловно, обладает и русский народ Ну, видимо, наряду со всеми остальными Вокруг которого формируется российская нация, российская цивилизационная общность При этом все народы страны должны иметь возможность раскрывать свою самобытность И мирно договариваться о правилах совместной жизни в рамках общей многонациональной русской цивилизации Русская цивилизация не многонациональна, она мононациональна, она поэтому и русская Потому что в России может быть только русская нация, или никакой нации Или мультикультурализм, или полный развал Или превращение всех народов в некое месиво в рамках плавильного котла Выращивание новой человеческой общности вроде советского народа Нам это не нужно Нам это не нужно Патриарх также выразил надежду, что указанные подходы войдут в повседневную практику Центральных органов власти, региональных и муниципальных администраций И станут позицией СМИ Они уже стали, по сути дела Патриарх повторил то, что повторяют с высоких трибун и то, что утверждено в СМИ Чтобы люди, отвечающие за вопросы национальной политики, осознали, что русский народ является не просто полноправным, но важнейшим субъектом национальных отношений в России И его национальные интересы должны не игнорироваться А с максимальным вниманием учитываться для достижения гармонии с интересами других национальных общин Вот здесь собака и зарыта Ничего общего с интересами других национальных общин у русских нет Если у этих общин есть что-то общее с русским народом, тогда они являются лояльными к русской культурной и этнической доминанте, к русской государственности Тогда они приобщаются к русской нации Если у них нет ничего общего и никакой гармонии, тогда быть не может И не русские, и не русское государство должно стремиться к гармонии с инонациональными общинами А эти общины должны стремиться к гармонии Святейший дозрел до некоторых мыслей, которые имели хождение еще в середине XX века Высказывались даже в начале XX века Они были достаточно распространены и близки русским интеллектуалам в течение всех 90-х годов и 2000-х годов Чем занималась патриархия, какие книжки читал святейший, какие книжки читают в патриархии Я думаю, что никаких Это треба исполнительства, которое выбило способность анализировать и способность усваивать то знание, которое достигнуто русскими интеллектуалами в течение XX века и в начале XXI С огромным опозданием происходит освоение русского интеллектуального наследия в патриархии Видимо, стремления к этому нет никакого Вот примерно так же дозревают некоторые чиновники, которые вдруг, вроде как Владимир Путин, дозрели до того, что можно словосочетание русский народ употреблять, хотя бы употреблять Больше они пока ни на что не способны, но им понадобилось 15 лет для этого На высшем государственном посту 15 лет собираться силами, чтобы словосочетание русский народ наконец вырвалось наружу и пошло в публику И публика должна возликовать Первой, наверное, публикой, которая ликует, это был Всемирный русский собор, где сказали А теперь можно, ну раз можно, слава богу, наконец-то мы счастливы Такое впечатление, что ошибки государственных мужей, которые вызвались управлять Российской Федерацией В конце концов приперли их к стенке и они начали повторять некоторые задых русского интеллектуального наследия, русской политической философии Вот и сейчас они молотят чепуху наряду с некоторыми фразами, которые они усвоили из тех, которые повторялись беспрерывно русскими идеологами, русскими философами, русскими политологами Но это означает, что ни патриархия, ни высшие госчиновники не являются плотью от плоти русского народа Они не мыслят о пользе русского народа и не способны выразить интересы русского народа на интеллектуальном, политическом, мировоззренческом языке К сожалению, удозревание, которое мы наблюдаем в речи патриарха и в декларации Всемирного русского собора, скорее свидетельствует о том, что стадия спелости уже проскочила Казалось очень недолговечной и все переходит в гниль Поэтому мы видим вот эту чепуху, зачерпнутую из советского периода и из периода разграбления страны обо всей этой многонациональности, российской нации и так далее Все это говорил уже Ельцин, сколько можно это повторять Это просто, я считаю, какая-то провокация против русского народа, которая несется еще с высокой трибуны, объявляемой трибуной Всемирного русского собора От человека, который объявляется святейшим патриархом русской православной церкви Русской православной церкви само название уже обязывает к тому, чтобы знать хотя бы что-нибудь о русском народе Но мы видим, что патриархия и глава патриархии не знают, не знают ничего о русском народе или знать не хотят И опять нам всовывают вот этот ельцинизм, многонациональность, российскую нацию, гармонию межнациональных отношений, которая почему-то вешается, как жернов на шею русскому народу Мы видим, что не получится ничего без свежих здоровых сил, которые все это подгнившее церковное и государственное начальство не подвинут куда-нибудь в сторону И не выразят русский национальный интерес на более высоком уровне, на уровне современного знания, на уровне современного русского политического языка Наш соратник Николай Бондарик обращается ко всем русским людям, которые способны оказать ему помощь Он пишет Вообще кончились деньги Не то что на адвокатов, квартплату платить нечем Мой счет заблокирован, так как меня внесли в федеральный список экстремистов На работу тоже не устроится тем, кто в этом списке По крайней мере до конца суда, по моему делу, меня никуда не возьмут точно Хорошо, хоть до конца октября я был в туберкулезном санатории Дали от диспансера бесплатную путевку, как туберкулезнику Николая Бондарика заразили туберкулезом именно в тюрьме, куда посадили за деяние, которое он не совершал Якобы какие-то экстремистские действия Кормят, лечат Я столько раз обращался к вам, соратники, за помощью для других Никогда ни у кого не просил для себя Не хотел и сейчас, но тут реально приперло Так что выручайте, друзья Это реквизиты сестры и жены У них счета не заблокировали Номера Яндекс.Кошелек 4100-12-11-3107-88-0 Карта Сбербанка 4276-88-00-34-47-4001 Санкт-Петербург Киви.Кошелек Плюс 7 952-213-17-90 Также сообщаем, что возбуждено уголовное преследование по 282-й русской статье православного поэта Николая Боголюбова Дело ведет замоскворецкое следственное управление Центрального административного округа Москвы Требуется духовно-юридическая и материальная поддержка Контактный телефон 8-917-543-47-31 Быть русским значит верить и дерзать Пусть воют ошарашенные шавки Мы помним все Ложеродину, их мать Обратно в ад Стадин для переплавки И в небесах На крыльях всех ветров Естественным отбором небосвода Вновь обретем Божественный покров И государство русского народа Лена! Состоялась пресс-конференция основных организаторов русского марша за Новороссию Она прошла в офисе информационного агентства «Свободная пресса» Были приглашены около 40 изданий Также аккредитовались 4 информационных агентства Ни один журналист из приглашенных не пришел Были только журналисты Самого агентства «Свободная пресса» И корреспондент журнала Российской Федерации «Сегодня» Это говорит о том, что Кремлем дано задание Полностью замалчивать существование русского движения И проведение русского марша за Новороссию Это враги всего русского народа И ничего удивительного нет в том, что Они стремятся к тому, чтобы информация о русском марше Который провели патриоты России, поддерживающей Новороссию Не дошла до граждан По поводу русского марша Также есть информация о том, что один из проходимцев решил приватизировать бренд И направил документы на регистрацию товарного знака «Русский марш» По всей видимости он будет выпускать нижнее белье, какие-то кепки с надписью «Русский марш» И будет требовать от других, чтобы на плакатах, на объявлениях Никогда не было такого словосочетания «Русский марш» Но мы пошлем этого человека куда подальше Мы были организаторами русского марша И мы будем организаторами А он пусть занимается торгашеством Что творится на территории, которую называют Украина По ошибке определяют территорию как государство Продолжается бесовщина сговора газового бесовского контракта Нафтогаз Украины получит от Газпрома платеж за услуги по транзиту российского газа через территорию Украины Идет война, тут выплачивают воюющей против России стране какие-то деньги Ставка транзита привязана к цене на газ Приняв определенную ставку транзита, страна признает и определенную цену на газ Ну то есть такой шантаж Давайте мы вам заплатим по той цене, которую считаем правильной Если вы возьмете, значит вы согласовали и цену на газ Раз цена на транзит привязана к цене на газ Но все это игры, все это игры олигархии Которые совершенно отвратительны в условиях Когда в Новороссии гибнут люди И когда на территории Украины осуществляется геноцид русского народа Ну тут происходят тоже некоторые странные события Глава Донецкой Народной Республики Захарченко Избранный недавним голосованием Назначил секретарем Совета Безопасности Донецкой Народной Республики Ходоковского Александра Сергеевича Многие считают последнего не просто виновником, но и организатором провала Одной из самых кровавых операций по захвату Донецкого аэропорта 26 мая 2014 года В результате этой операции погибло около 50 ополченцев Не считая потерь деблокирующих отрядов Основную часть которых составляли добровольцы из России Объединенный отряд должен был присоединиться к батальону «Восток» И поступить под командование Ходоковского Ходоковский постарался убедить всех в том, что Кировоградский спецназ Находящийся в районе аэропорта в силу неких достигнутых договоренностей Не будет открывать огонь по ополченцам По приказу Ходоковского, выдвинувшиеся в район аэропорта группы Не взяли с собой ПЗРК, которые были в наличии Поэтому подверглись авианалету и понесли тяжелые потери Два КАМАЗа с ополченцами, выходившими из аэропорта Были уничтожены бойцами батальона «Восток» Плотным огнем и стрелковым оружием и гранатометом О том, что это было именно предательство, помимо многих других признаков Говорит последовавшее дальше освещение событий Почему-то толпа журналистов, включая и украинских, и западных Были запущены в Донецкий морг для съемок штабелей трупов Целью этого могла быть только деморализация ополченцев И организация оттока российских добровольцев Поэтому назначение считается многими актом предательства Мы не можем сказать наверняка, так оно или нет По крайней мере, некоторые настораживающие моменты Вот в той информации, которую я огласил, имеются Русофобия цветет и пахнет по всей нашей стороне великой И за пределами тоже И российские журналисты берут пример западных В той ненависти, которую они высказывают к России В данном случае в очередной раз высказался господин Гордон В передаче «Политика» Он заявил, что если дать государственный статус русскому языку в Эстонии и Латвии То эстонского и латышского языка больше не будет Почему-то он обеспокоился именно латышским и эстонским языком, а не русским Понятно, почему не предоставляют статус русского языка Потому что огромные, значительные по численности русские общины в Эстонии и Латвии Тогда не будут дискриминироваться И вот это очень сильно беспокоит господина Гордона и его хозяев с Первого канала Видимо, очень тревожит также подобных журналистов Способность русских высказываться на русском языке, проживая и в России Поэтому Гордон и Соловьевы, Эрнст и прочие заправляют на Первом канале На других каналах подобные же люди действуют А русских там нет, русских там нет Русские там разве что обслуживающий персонал Либо ведущие, которые делают только то, что им предписано И не имеют ни своего собственного мнения, ни мужества вести себя достойно Либо там работают полотерами Русские должны быть рабами Мы должны обслуживать Гордона, Соловьева и же с ними А они должны получать свои барыши за свою антинародную, антирусскую деятельность Крымские татары из группировки Джимилева хотят сформировать батальон для войны против ополченцев в Новороссии Данную идею обсудил в среду самопровозглашенный лидер крымско-татарского народа Мустафа Джимилев В беседе с президентом Украины Порошенко По словам Джимилева, сейчас в Донбассе убивают его население Участвуя в разных батальонах около 450 крымских татар Да, там крымские татары убивают русских людей А кремлевская комарилия выводит на трибуну в День народного единства очередного крымского татарина Который рассказывает, как он счастлив жить в России и быть россиянином И что теперь мы будем приседать перед крымскими татарами Чтобы они не убивали русских в Христораде Пожалуйста, зачем? Зачем вам это нужно? Будьте же россиянами Они не хотят, так они хотят быть украинцами Зачем же их пытаться посвятить в россияне? Пусть будут украинцами, ради бога Пусть все убираются И формируют батальоны рядом с Порошенко Ну, а потом разберемся с ними, наверное Если они вооруженным путем хотят защищать этот самозваный режим в Киеве Ну, наверное, рано или поздно всех этих крымских татар Желающих служить этому режиму Придется поставить к стенке или раздолбить установками залпового огня Примерно так, как они делают с Донецком и Луганском Джамилев подчеркнул, что родственники этих боевиков Крымских татар, которые воюют в Новороссии Подвергаются особой опасности на территории Крыма И оказываются заложниками местных властей Поэтому он наставит на то, чтобы их имена были засекречены Джамилев также выразил уверенность в том, что если крымские татары и украинцы будут вместе Им удастся освободить Крым Ну, если враг России и русского народа говорит о том, что надо нечто сохранить в тайне То эта тайна должна быть вскрыта российскими спецслужбами Родственники боевиков должны быть интернированы Заключены под стражу, посажены за колючую проволоку И, соответственно, их обмен должен быть произведен на преступников Которые совершили свои бандитские действия в Новороссии Пусть эти люди, которые не совершили преступления, отправляются на Украину А бандитов надо судить и вешать, наверное, так Экономика начинает всех нас серьезно волновать Потому что мы по цифрам падения стоимости рубля в долларах и в евро Видим, куда катится наша страна Конечно, это падение очень выгодно кремлевской администрации Потому что можно не стесняться Можно в рублях расплачиваться с русскими рабами Они должны продолжать работать Хотя рубль все больше и больше теряет покупательную способность Но одновременно проглядывает и конец этой гнусной олигархической системе Которую мы должны совместными усилиями все русские люди уничтожить Для того, чтобы установить русскую власть И русский способ производства, русское хозяйственное, русское управление по всей стране Эксперты прогнозируют рост курса доллара к Новому году до 55 рублей А может и дальше он продолжит расти Это же удобно, вдвое вырастет Обменяют нефть на доллары, доллары на рубли И расплатятся с нами сирами Чтобы нам мало не казалось Могут даже прибавить в зарплатах и в пенсиях Но только покупательная способность будет нам показывать Что мы покупаем все меньше и меньше товаров Кремль сокращает социальные затраты Громит уже страну впрямую Банк России с 10 ноября отменил плавающий коридор стоимости бивалютной корзины И регулярные интервенции на его границах и за его пределами Все, доллар и евро отплыли в свободное плавание Это означает, что государство никак не собирается стабилизировать Наше с вами положение, наше материальное благосостояние Оно будет рушиться за счет глупостей, которые совершают на верхах российской власти И за счет того космического воровства, которое никак не прекращается Продолжается, нам просто становится известно все больше и больше О тех безобразиях, которые творит ныне главенствующая преступная группировка Под названием правительство России Вот что заявляет глава Центробанка Эльвира Набиулина В результате реализации принятого решения Формирование курса рубля будет исходить под влиянием рыночных факторов Что должно способствовать усилению действенности денежно-кредитной политики Банка России И обеспечению ценовой стабильности Оказывается, у нас Набиулина беспокоится о том, чтобы цены были стабильны Вот таким путем Мы же знаем, что это или это просто какое-то фантастическое невежество Или наглая ложь Ну, скорее второе Кроме того, новый подход к проведению операции на внутреннем валютном рынке Будет способствовать более быстрой адаптации экономики к изменению внешних условий И увеличить ее устойчивость к негативным шокам Ну, какое вранье Просто фантастическое вранье Вранье Эльвира Набиулина Вы просто, не знаю, как в женском роде перевести лжеца Лжица, что ли Вы вот лжица В любой нормальной стране, где национальная валюта за месяц рушится на 20% Руководитель Центробанка уже должен предстать, если не перед судом, то перед народным представительством И отчитаться, что за безобразие творится в финансовой системе Ну, Набиулина, видимо, вовремя соберет манатки и отправится куда-нибудь за Бугор, где у нее есть запасной аэродром И там она угнездится на всю оставшуюся жизнь А пока, пока, пока она может лгать, пока она находится под охраной антинародной политической и, так называемой, правоохранительной системы Она будет лгать Ну, главное, чтобы мы не верили Главное, чтобы вот ни одно слово, исходящее от Эльвиры Набиулиной, не было для нас словом правды Министр промышленности и торговли России Денис Монтуров заявил, что ослабление рубля не должно привести к резкому росту цен на продукты Ну, вот еще один лжец и негодяй Цены уже выросли, они уже выросли и будут расти дальше, потому что Россия находится в стратегической зависимости от внешних поставок А эти поставки будут все дороже и дороже, потому что рубль рушится А мы не сможем на эти наши рублишки покупать то, что вы покупаете за валюту за рубежом И поэтому вы будете сокращать поставки товаров, а мы будем все дальше и дальше нищать У нас обсуждается проект бюджета и многие высказываются крайне негативно по поводу того документа, который готовит правительство Несколько килограмм бумаги, понаписанного всякого бреда, который нельзя ни прочесть, ни освоить Но некоторые энтузиасты все-таки имеются и основополагающие цифры они фиксируют Представленный проект бюджета крайне удручающий Такое впечатление, что его авторы это инопланетяне, враждебно настроенные к России Социальное обслуживание населения будет профинансировано только на 93,5% по отношению к уровню 2014 года Коммунальное хозяйство на 68%, образование на 95%, школьное образование на 90%, профессиональное образование на 84%, здравоохранение на 78% То есть идет просто полное обрушение социального государства, сворачивание всего и вся даже по отношению к провальному 2014 году Существенно уменьшается фонд заработной платы В 2015 году он должен сократиться на 442 миллиарда рублей в сравнении с тем, что было заложено в бюджете на 2015 год, который принимался в 2013 году То есть идет на полтриллиона сокращение доходов граждан И соответственно сокращение возможностей покупать какие-то товары, поддерживающие жизнь людей То есть это прямое наступление на нашу с вами жизнь На 2016 год планируется снижение фонда заработной платы еще на 702 миллиарда рублей Ну они просто объявили нам войну Вот так следует рассматривать тот бюджет, который вскрывает истинную политику Кремля по отношению к гражданам В бюджете 2015 года предусматриваются существенные внутренние заимствования Около 1 триллиона рублей и высокое привлечение средств от приватизации То есть они настаивают на своем, они продолжают приватизацию Они продолжают грабить национальное достояние Сами же ничего не делают, они только циферки пишут в своих бюджетах А кто занимается экономикой страны? Да никто не занимается, а занимаются только распилами И одновременно буквально в эти же дни Россия на 3,6 миллиарда долларов увеличила вложение свободных средств В ценные бумаги американского правительства В свободные средства оказывается есть 3,6 миллиарда Таким образом Россия довела свои вложения в американские ценные бумаги До 118 миллиардов долларов Понимаете, у них есть излишки И они сдают эти излишки потенциальному противнику, то есть врагу Где их сбережения, там и их интересы Их интересы, вот этих людей правительства, которые еще вкладывают и вкладывают в американские ценные бумаги Их интересы в США И не верьте антиамериканской риторике Это все вранье Цифры показывают на самом деле, на что ориентированы эти люди Финансы показывают, что они ориентированы против российского государства И против народа, который живет на территории России, уж по крайней мере А скорее всего и против всего славянского населения, против всего русского мира Бюджет это действующий план бюрократии, захвативший власть в России Например, на ЖКХ сегодня доля в расходах бюджета 9%, а в 2017 году будет 7% То есть продолжать будут за наш счет проводить и ремонты, и все остальное Даже нефть не надо добывать Можно просто драть с людей три шкуры через систему ЖКХ Производство машин и оборудования в ближайшие 3 года намечено увеличить лишь на 11% Вот специалисты пишут, никакой модернизации не пахнет Мы продолжаем сидеть на нефтедолларовой игле и богатеть от торговли углеводородами Распродажа госимущества, роста налогов, сборов и тарифов на транспорт в сфере ЖКХ Ну то есть на самом деле не мы богатеем это Они богатеют за наш счет, распродавая то, что принадлежит нам Природные ресурсы и изымая у нас из карманов все то, что мы можем накопить или заработать Через систему ЖКХ, тарифов, сборов, налогов и так далее Государственная программа развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности Доля, которая от всех расходов на реализацию госпрограмм колеблется от 1,5 до 1% по годам Включает программу станкостроительная промышленность На нее выделены столь мизерные ресурсы, что возникает вопрос А не пошутило ли руководство страны с лозунгом импорт-замещения? Врут оказывается? Согласно базовому сценарию развития России на 15-17 годы Отток капитала из страны продолжится В нынешнем году он составил от 100 до 110 миллиардов долларов Привет всем тем, кто считал Россию привлекательной для инвестиций А всего за шестилетний кризисный период компании и банки вывезли за рубеж без малого полтриллиона долларов Это открытый рынок у нас И это те самые инвестиции, которые могли бы быть на территории нашей страны, в нашей экономике Кто вывозит? Да вывозят те же олигархи Остается неизменным разрыв между минимальной зарплатой и прожиточным минимумом Минфин отбил попытку Минтруда сократить его И продолжает брать смрот, установленного ниже физиологического выживания Подоходный налог То есть ты можешь помирать от голода, подоходный налог все равно заплати Социальные расходы, самое важное для населения, часть бюджета Руководство страны гарантирует выполнение всех социальных обязательств Их объем и количество, правда, не уточняется Потому что по майским 2012 года указам президента Зарплата бюджетников должна вырасти в 2015 году на 10-15% А проект бюджета обещает не более 5% А с учетом еще инфляции и ослабления рубля по отношению к доллару и евро Никакой прибавки не будет вообще, скорее будет сокращение Прикиньте, чего стоят все эти обещания При физической инфляции в 7,5% А реальной инфляции продовольственные корзины И тех предметов потребления, которым нам нужны постоянно 20-25%, может 30% Я думаю, что в следующем году будет и 50% реальной инфляции А не той, которую нам предлагают в средствах массовой информации Занижение инфляции – важнейший источник экономии на социальных расходах и бюджетах Это лукавство, мягко выражаясь, отражает нежелание отказаться от нынешней финансовой, ценовой и денежно-кредитной политики Политики грабежа, по сути дела В рамках индексации социальных пособий 2,5% разницы позволяют честным способом отнять у населения Предполагающееся ему по закону размеры выплаты услуг, в том числе и по бедности, многодетности, инвалидности В 2015 году нас ждет крупнейшая реформа социальных услуг, запускаемая новым законом об основах социального обслуживания граждан РФФ С ее изменениями в платности услуг по федеральной норме Введение сборов на местную торговлю, транспорт, другие услуги Их коммерциализация в виде платы за продленку в школе Отмена ограничений в оплате за детсады Социальные нормы оплаты за воду и электроэнергию Установление минимума затрат на текущий ремонт Рост налога на имущество и прочее Увеличит изъятие из доходов населения Катастрофическим образом увеличить надо отметить По данным Всемирной организации здравоохранения Затраты России на охрану здоровья на душу По паритету покупательной способности В 12,6 раза меньше, чем в США В 5-7 раз меньше, чем у Италии, Австрии, Швеции, Финляндии, Канады, Великобритании И почти вдвое ниже, чем в Чили и Коста-Рике Все Здравоохранение умерло Выживайте сами, как можете Количество больниц и поликлиник сокращается Доступность медицинских услуг понижается И не только в силу повышения уровня их платности С этим мы уже давно примирились Но уже и из-за бюрократической процедуры доступа пациентов к врачу Несмотря на чудеса информатизации В глобальном рейтинге по здоровью населения Наша страна занимает 97 место из 145 стран Это означает, что мы уже не просто в третьем мире Мы уже в хвосте третьего мира По самым скромным экспертным оценкам Долю расходов на здравоохранение в бюджете Надо увеличить как минимум в два раза Она в процентах КВВП в абсолютной сумме В реальном исчислении наоборот снижается В 2017 году на 23% к текущему году Вот и все, вот вам и план Путина Не обрадует нас и перевод с 1 октября 2015 года Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи Компетенцию регионов Там денег просто нет И не будет, соответственно, никакой помощи Даже при наличии высококлассных специалистов Им просто негде будет работать Вот и все, ничего не финансируется Нужны же высокие технологии Нужно оборудование Ничего этого не будет К тому же отрасли не достает кадров Еще и кадров не достает Образование медицинское разрушено Несмотря на повышение зарплаты Которым чиновники столько трубили Отток врачей из профессий продолжается Дефицит их, по словам замминистра здравоохранения Составляет 40 тысяч 40 тысяч у нас недокомплект врачей А в Москве увольняют врачей Кому они нужны? В Москве 7 тысяч за борт Мы поздравляем всех москвичей За то, что они проголосовали за Собянина Особенно тех, кто за него проголосовал Гарантируемые в нашем социальном государстве стандарты медпомощи Совершенно недостаточны для обеспечения потребностей населения Они в 3,7 раз ниже, чем в странах-аутсайдерах Евросоюза То есть в бывших сателлитах нашего государства Уже сейчас коэффициент смертности Повысился до 13,3 случаев На 1000 человек Против 13,1 к прошлому году Прозвучал мрачный прогноз О том, что в будущем году Это обернется дополнительными смертями 300 тысяч человек умрет Дополнительно из-за того, что Российское государство по-прежнему Отдано в лапы олигархам Они продолжают грабить нашу страну По обеспеченности жильем мы отстаем от стран Запада В 2,5-3 раза От Восточной Европы в 1,5-2 раза Нельзя же полагаться на рост ипотеки И перенос расходов на компремонт На граждан 2,3 которых получают зарплату ниже средней Конечно, мы не сможем оплачивать Никакой коммунальный ремонт И никакую ипотеку Но и это еще не все У нас есть утвержденная в 2012 году Государственная программа Развития сельского хозяйства И регулирования рынков сельскохозяйственной продукции И сырья и продовольствия На 2013-2020 годы Она предусматривает выделение Дополнительно 626 миллиардов рублей На развитие производственной и товаропроизводящей инфраструктуры Внутренней продовольственной помощи Создание системы оптовых распределительных центров Развития переработки и избыта продукции Животноводства Экономически значимых программ Развития сельского хозяйства Субъектов Российской Федерации Можно сказать в точности, что все Что выделено на эту программу Просто украдено Просто украдено Или что то же самое Роздано нужным людям Никакого развития сельского хозяйства У нас не просматривается Ни в прошлом, ни в будущем Поэтому все эти программы, которые подписывает президент Они назначены только для одного Разграбить их, растащить по карманам Сегодня в России в целом насчитывается Меньше 19 миллионов голов крупного рогатого скота Из них коров осталось около 8,7 миллиона Если брать 1991 год То только в РСФСР было 57 миллионов голов скота И из них коров около 22 миллионов Казалось бы, раз животноводство в таком положении В любом случае на это направление надо Выделить дополнительные деньги Ну хоть поголовье сохранить Хотя бы сохранить Уже не говоря о том, что нужно его восстанавливать Но посмотрим проект бюджета А там под программу поддержки И развития животноводства И переработки продукции просто сокращена Уже сейчас мы испытываем Дефицит продовольствия Медики утверждают, что 70% Граждан России страдают Так называемым симптомом малой адаптации Который в любой момент может перерасти в тяжелую болезнь Мы все скоро станем хронически больными С таким правительством По мнению экспертов Мы можем производить 5-7 миллионов тонн плодов в год Но для того, чтобы наполнить отечественный рынок Курскими, Тамбовскими, подмосковными яблоками Надо восстановить свои сады А на это уйдет 10-15 лет Такое разорение произошло Как Мамай прошел по нашей стране Вот такие обстоятельства, в которых мы живем Экономика начинает всех нас серьезно волновать Потому что мы по цифрам падения стоимости рубля в долларах и в евро Видим, куда катится наша страна Конечно, это падение очень выгодно кремлевской администрации Потому что можно не стесняться Можно в рублях расплачиваться с русскими рабами Они должны продолжать работать Хотя рубль все больше и больше теряет покупательную способность Но одновременно проглядывает и конец этой гнусной олигархической системе Которую мы должны совместными усилиями Все русские люди уничтожить Для того, чтобы установить русскую власть И русский способ производства Русское хозяйственное, русское управление по всей стране Эксперты прогнозируют рост курса доллара к Новому году до 55 рублей А может и дальше он продолжит расти Это же удобно Вдвое вырастет Обменяют нефть на доллары, доллары на рубли И расплатятся с нами, сирами Чтобы нам мало не казалось Могут даже прибавить в зарплатах и в пенсиях Но только покупательная способность будет нам показывать Что мы покупаем все меньше и меньше товаров Кремль сокращает социальные затраты Громит уже страну впрямую Банк России с 10 ноября отменил плавающий коридор стоимости бивалютной корзины И регулярные интервенции на его границах и за его пределами Все, доллар и евро отплыли в свободное плавание Это означает, что государство никак не собирается стабилизировать Наше с вами положение, наше материальное благосостояние Оно будет рушиться за счет глупостей, которые совершают на верхах российской власти И за счет того космического воровства, которое никак не прекращается Продолжается, нам просто становится известно все больше и больше О тех безобразиях, которые творит ныне главенствующая преступная группировка Под названием правительство России Вот что заявляет глава Центробанка Эльвира Набиулина В результате реализации принятого решения Формирование курса рубля будет исходить под влиянием рыночных факторов Что должно способствовать усилению действенности денежно-кредитной политики Банка России И обеспечению ценовой стабильности Оказывается, у нас Набиулина беспокоится о том, чтобы цены были стабильны Вот таким путем Мы же знаем, что это или это просто какое-то фантастическое невежество Или наглая ложь Скорее, второе Кроме того, новый подход к проведению операций на внутреннем валютном рынке Будет способствовать более быстрой адаптации экономики К изменениям внешних условий и увеличить ее устойчивость к негативным шокам Ну какое вранье, просто фантастическое вранье Вранье Эльвира Набиулина Вы просто, не знаю, как в женском роде перевести лжеца Лжица, что ли, вы вот лжица В любой нормальной стране, где национальная валюта за месяц рушится на 20% Руководитель Центробанка уже должен предстать, если не перед судом То перед народным представительством И отчитаться, что за безобразие творится в финансовой системе Ну Набиулина, видимо, вовремя соберет манатки И отправится куда-нибудь за Бугор, где у нее есть запасной аэродром И там она угнездится на всю оставшуюся жизнь А пока, пока, пока она может лгать Пока она находится под охраной антинародной политической И, как называемой, правоохранительной системы Она будет лгать Главное, чтобы мы не верили Главное, чтобы вот ни одно слово, исходящее от Эльвиры Набиулиной Не было для нас словом правды Министр промышленности и торговли России Денис Монтуров заявил, что ослабление рубля Не должно привести к резкому росту цен на продукты Вот еще один лжец и негодяй Цены уже выросли Они уже выросли И будут расти дальше Потому что Россия находится в стратегической зависимости от внешних поставок А эти поставки будут все дороже и дороже Потому что рубль рушится А мы не сможем на эти наши рублишки покупать то, что вы покупаете за валюту за рубежом Поэтому вы будете сокращать поставки товаров А мы будем все дальше и дальше нищать Ну и как раз тут по поводу медицины В Москве прошел митинг против закрытия больницы Увольнения медперсонала У него вышло шестеро больше людей, чем заявляли организаторы Подавали заявку на одну тысячу Вышло шесть тысячи И гораздо больше было бы, если бы об этом объявляли средства массовой информации И если бы начальство накануне не объявило День здоровья для всех медицинских сотрудников В обязательном порядке вы должны прибыть А кто не придет, тот может быть первой кандидатурой на вылет из медицинского учреждения Раз уж идет сокращение Давайте мы Идет жуткая реорганизация здравоохранения, в особенности в Москве Но врачей к ней не допускают Обсуждают все это дело чиновники Они оптимизируют все таким образом, чтобы, наверное, окончательно нас убить Как будто конкретная задача поставлена истребить весь народ, все народонаселение И чиновники от здравоохранения в Москве действуют именно так, именно таким образом Никакой другой мысли не приходит, когда смотришь на то, как они предпринимают некое реформирование здравоохранения в столице Территорию, освободившуюся после сноса московских больниц, как ни странно, о сокращении числа которых ранее объявили столичные власти Застраивает элитной недвижимостью компания Медстройинвест Вот для чего все это дело проводится Для того, чтобы кто-то обогатился Эта компания принадлежит казахским предпринимателям Джамарту и Арману Каменовым Они успели снести 6 медучреждений в центре города Молодцы! На сайте этой компании говорится, что на месте детской инфекционной больницы номер 12 будет построен гостиничный комплекс На месте детской инфекционной больницы номер 8 жилой дом класса люкс На месте Боткинской больницы номер 3 жилой комплекс класса люкс На месте корпуса детской городской клинической больницы номер 13 имени Филатова жилой комплекс бизнес-класса Вот для чего все это делается То есть просто преступная воровская власть Господин Собянин вор и негодяй, который действует только против интересов москвичей И все, кто надеялся, что он в своей благообразной физиономии действительно будет себя вести благообразно Ну просто дураки Не надо быть дураками Не надо поддерживать эту власть Не надо ходить на выборы, которые она организует Потому что они там все враги Все наши враги Взамен того, что они будут сносить Предприниматели обязались построить корпус для 9 больницы в Шмидтовском проезде И корпуса Филатовской больницы на Садово-Кудринской улице А кроме этого, вот этих предпринимателей негодяйских освободили от уплаты 2,16 миллиардов рублей за землю инженерной коммуникации на всех объектах Просто подарили 2 миллиарда рублей Давайте мы их подарим лучшим москвичам, а, господин Собянин? Жамарт Каменов, это водитель Rolls-Royce, который недавно избил водителя скорой помощи Геленджике Он тоже, он очень связан с медициной Вот его история Она произошла 21 августа Фельдшер Светлана Аитова вместе с водителем ехала на вызов к ребенку с высокой температурой Когда она вышла из подъезда, к скорой подъехали автомобили Rolls-Royce Toyota Land Cruiser Из первого вышел сам Каменов, а из второго молодые люди Вместе они стали кричать на медиков за то, что они перекрыли дорогу Избили водителя, а Аитовый тоже досталось с кулаком в лицо Вот такие у нас замечательные, приближенные к медицине предприниматели Полиция возбудила против Каменова дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью А суд приговорил его к году ограничения свободы Не очень понимаю, что такое ограничение свободы Может быть он там просто не выездной из того самого Геленджика, где он беспрерывно отдыхает Сам предприниматель вины не признал и заявил, что это врачи его избили То есть с ним была целая банда, а врачам как-то удалось его избить Ну и вот на прошлой неделе стало известно, что суд Геленджика рассмотрел ответный иск Каменова И признал водителя скорой помощи Игоря Черкасова виновным в побоях И приговорил его к штрафу в 5000 рублей Ну просто блестящий у нас правосудие, негодяй на негодяи В последних числах ноября пройдет новый митинг против разгрома московского здравоохранения Мы надеемся, что организаторы опубликуют заранее место, время И постараемся пригласить на это мероприятие как можно больше людей Вы вместе с нами защищаете всю нашу страну от разграбления И выступаете за ликвидацию олигархи, за освобождение власти от негодяев, преступников, изменников Как всегда воры в силовых структурах и прежде всего в правоохранительных Это уже дело обычное Вот недавно сотрудники ФСБ задержали в Москве чиновника МВД РФ Александра Шереметьева Он являлся фигурантом расследования о незаконном одноличивании через дагестанские банки более 100 миллиардов рублей Более 100 миллиардов рублей Как будто у нас возвращается история с чеченскими ОВИЗО, которые у нас разорили всю финансовую систему Мы тут горбатимся, мы тут стараемся своим трудом поддерживать государство, платим налоги Потом появляется некий жулик в МВД, высокий чин, Александр Шереметьев Организует целое преступное сообщество Они просто потрошат финансовую систему, извлекая в таком объеме деньги 100 миллиардов рублей И это далеко не первое дело В 2009 году, еще работая в МВД, он был задержан с поличным при получении В результате операции по обналичиванию 100 миллионов рублей Ну это поменьше чем 100 миллиардов, но тем не менее Он уже задерживался, уже был вплетен в эту воровскую систему Буквально через несколько часов он вышел на свободу и даже не был уволен из органов внутренних дел Что неудивительно, в тот момент, как и ныне, Шереметьев был тесно связан с сейчас уже бывшим замминистра внутренних дел Михаилом Суходольским Начальником ГУВД Москвы Владимиром Прониным, а также еще с целой группой генералов-силовиков Видимо, по этой причине Шереметьев остался лишь в качестве свидетеля в делах об обналичке через мастер-банк В деле мега-обнальщиков Сергея Магина и других расследованиях Получается, что жулики, которые были уволены из МВД, вот этот Пронин, Суходольский, они продолжают действовать Их схемы продолжают действовать Примечательно, что несмотря на многочисленные расследования об обналичке десятков миллиардов рублей через мастер-банк и мастбанк Шереметьев непременно фигурировал в материалах дел в лучшем случае как свидетель По мнению очевидцев, этому помогли и в обширной связи в правоохранительных органах Полученные как во время службы в органах, так и после нее Тем более, что все бывшие генералы МВД, вот эти преступники, с которыми был знаком Шереметьев Несмотря на все скандалы, остались на плаву Владимир Пронин пересел из кресла начальника ГУВД столицы в кресло вице-президента госкорпорации Олимпстрой, ну, одну из самых воровских группировок, которую можно себе представить То есть миллиарды долларов похищены там А потом занял должность первого заместителя начальника управления по эксплуатации зданий высших органов власти управления делами президента РФ Вот так, рука руку моет То он сидит как глава МВД столицы, то он в Олимпстрое, то он в управлении делами президента Везде вор, везде помогает ворам Замечательно А тут еще дополнительно Генпрокурор Юрий Чайко временно отстранил от должности руководителя управления делами генпрокуратуры Алексея Староверова На время проведения служебной проверки по известному делу ГТА Вот этих бандитов, которые на подмосковных дорогах убивали водителей Прокалывали шины сначала, когда водитель выходил посмотреть в чем дело Они просто убивали человека И даже, в общем-то, ничего им особенно не нужно было, кроме убийства Такие рубингуды, которым все равно, в общем-то, было кого убивать, лишь бы убивать Дом в поселке Удельное Раменского района Подмосковья В котором скрывались преступники, входившие в так называемую банду ГТА И убивавшие подмосковных автомобилистов Принадлежит Староверову Работник прокуратуры сдавал свой дом За хозяйством у него присматривала семья уроженки Киргизии Рустама Усманова Одного из предполагаемых главарей банды Вот такие связи у нас Генпрокуратура и бандиты-головорезы-убийцы В 2013 году Алексей Староверов стал героем рейтинга Самых богатых силовиков России Который был составлен журналом Forbes Доход его семьи составил около 48 миллионов рублей Из которых 26 миллионов пришлось на доходы супруги Как всегда, у нас примерно половина, как и у Шувалова Половина – это доходы супруги Замечательный управляющий делами в прокуратуре Много лет, видимо, работал огромный опыт Ну и вот очередная история В этой должности этот человек работает уже многие годы Еще в начале 2000-х годов мои депутатские запросы попадали на стол этому мерзавцу Который закрыл подобных дел Подобных тому, что он закрыл теперь, наверное, сотни, может быть, тысячи То есть это человек, который поставлен именно для того, чтобы способствовать разграблению нашей страны Способствовать тому, чтобы преступники никогда не были наказаны Это измена, это, безусловно, государственная измена И господин Гринь, как и его начальник, господин Чайка Должны будут ответить перед русским национальным судом Потому что такой измены и так длительно происходящий На тех должностях, которые они занимают Наверное, в русской истории еще не было никогда Мы переживаем сложное время Сложное время, когда решается вопрос о будущем русских людей Останутся ли они рабами у олигархи, у инородцев Которые заполнили все структуры государственной власти У изменников, предателей, воров Согласны ли мы на такое будущее? Если нет, то, господа хорошие, надо включаться в деятельность русского движения У нас не так много сил, чтобы надеяться только на нас Вот те, кто смотрит наши русские новости Загляните в свою совесть Вы все делаете для того, чтобы спасти нашу страну От разграбления и от рабства, в которое погружены мы все Если вы сторонние наблюдатели, которые все ждут, когда возникнет русское движение В полной силе, с достойными лидерами, с прекрасными программами Которые получат доступ в средства массовой информации То, наверное, вы ждете напрасно Никогда такого не будет, если вы лично не включитесь в работу Если вы своим участием, своим временем Или своей поддержкой в любом виде Не начнете содействовать русскому движению Оно никогда и не появится То, что вы мечтаете, это хорошо Но давайте мы будем не мечтать, а действовать А действия очень простые Каждый должен посвятить русскому движению Хотя бы часть своего времени Хотя бы в каком-то виде поддерживать его Поддерживать русские организации И бороться против той же самой измены Которая и в русском движении тоже свела себе гнездо Против инородчества, которое проникло в наши ряды И разламывает их, растаскивает И тащит нас вновь в подчинение той же самой олигархии Под видом русского движения Под видом русских организаций Это происходило достаточно длительное время Несколько лет Наконец-то мы избавились сейчас от основных национал-предателей И национал-торгашей Но наши силы недостаточны для того, чтобы Без поддержки, без массовой поддержки Что-то сделать Каждый, кто смотрит русские новости Должен задуматься, в конце концов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова